Добрый день! Я бизнес-тренер Константин Полфинов и специально для канала Автомаркетолог я записываю советы недели, посвященные ловушкам мышления. Обычно этим ловушкам уже много-много лет, поэтому особый интерес вызывают те, о которых ученые узнали не так давно. Да что ученые, про следующую ловушку мышлений я вообще впервые услышал от Барни Стинсона, персонажа сериала «Как я встретил вашу маму». А как насчет вот тех девчонок, они клевые? Совсем нет. Барни, они клевые. О боже, как много всего, чем у вас нужно учить. Вы стали жертвами эффекта «черлидерш». Рад, что вы спросили. Эффект «черлидерш» — это когда группа женщин выглядит клево, но только как группа. Точно так же, как черлидерши. Они кажутся сексуальными, но возьмите каждую по отдельности. Собаки в упряжках. Это чушь. Взгляните внимательно на каждую из этих девушек по отдельности. Ну не знаю, та, что с края вроде ничего. Вы будете смеяться, но это, казалось бы, нелепая теория верна. Несколько научных исследований доказали правоту Барни, продемонстрировав, что лицо кажется более привлекательным в группе, чем в одиночестве. В 2013 году ученые Дрю Уокер и Эдвар Вулл из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели пять экспериментов, в которых испытуемые оценивали привлекательность людей на фотографиях. Участники оценивали каждое лицо дважды. Один раз, когда оно было представлено как часть групповой фотографии, и один раз как индивидуальный портрет, хотя порядок этих оценок был случайным для каждого участника. Как мужские, так и женские лица были оценены как более привлекательные, когда они появлялись на групповой фотографии, чем на одиночном портрете. Почему так происходит? Конечно же, это все проделки нашего мозга. Эффект черлидерш возникает в результате взаимодействия трех различных зрительно-когнитивных процессов. Во-первых, всякий раз, когда мы видим набор объектов, таких как группу лиц, наша зрительная система автоматически вычисляет общую информацию обо всем наборе, включая средний размер членов группы, их среднее местоположение и даже среднее эмоциональное выражение на лицах. Таким образом, хотя группа содержит много отдельных элементов, мы, естественно, воспринимаем эти элементы как набор и формируем наше впечатление на основе коллективного целого. Кроме того, впечатление, которое у нас сложилось о группе в целом, влияет на наше восприятие любого отдельного элемента. Мы склонны считать отдельных членов более похожими на группу, чем они есть на самом деле. Таким образом, когда мы видим лицо в группе, мы склонны воспринимать это лицо как некое среднее значение всех лиц группы. И чем ближе это лицо к среднему образу, тем оно привлекательнее. Назвать кого-то средним это может не звучать как комплимент. Но исследователи объяснили, что средние лица более привлекательны, вероятно из-за усреднения непривлекательных черт. Оценка отдельного лица может основываться только на сравнении с внутренним эталоном зрителя, тогда как оценка лица в группе основывается на сравнении с другими лицами. Поэтому мы находим составные лица, которые создаются путем усреднения отдельных лиц вместе, более привлекательными, чем эти же самые лица, использованные для их создания по отдельности. Мне кажется, лучше всех этот эффект используется в шоу-бизнесе. Вспомните таких исполнителей как TakeWat или Spice Girls, да и наших, Корни, Фабрика, если вы конечно помните о ком это я. Но давайте поговорим теперь, какое практическое применение имеет эффект чирлидерш в нашем бизнесе. Во-первых, его нужно учитывать при демонстрации продаваемых товаров. Если ваш товар можно отнести к категории элитных, не презентуйте его в группе с такими же элитными моделями. Наоборот, отдельная презентация повысит его привлекательность. А вот если речь идет о малобюджетных товарах, тогда я бы рекомендовал презентовать их вместе с другими продуктами из этого ценового сегмента. В этом случае индивидуальные недостатки каждой конкретной модели растворятся в среднестатистическом образе. Во-вторых, примените этот эффект там, где публикуются отзывы. Пусть на экране всегда будет сразу несколько отзывов, а не один, тогда читатель будет сравнивать каждый из них не со своим идеальным представлением о сервисе, а со средним впечатлением от всех отзывов. И в-третьих, подумайте о том, чтобы в разделе «Наша команда» были не отдельные фотографии сотрудников в одежде по стандартам дресс-кода, а групповая фотография. К тому же мы на самом деле выглядим более привлекательными среди друзей не только из-за эффекта черлидеж, но и потому, что мы просто счастливее. На этом у меня на сегодня все. До скорой встречи, если конечно вам не стало казаться, что у меня что-то слишком много. Мне кажется, у нас неплохо получилось, да? Как вы считаете?